Мечтаешь о сильной команде в Ultimate Team? Покупай монеты у крабов. Надежный магазин, вкусные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами Локи. Мы возвращаемся в карьеру Зенита. И у нас очередные матчи за сборную Португалии. Теперь это отборочные на чемпионат мира. И сегодня у нас матч против сборной Норвегии. С ними мы, по-моему, уже играли. Но это был тяжелый матч. Я думаю, сейчас нам тоже не будет легко. Я не забыл, друзья, про карьеру Зенита. Не забыл про карьеру Ливерпуля, карьеру игрока. Я про все это помню, но, друзья, не всегда на все есть время. Также сейчас я все-таки еще думаю насчет карьеры за хоккеиста. Думаю, на каком канале ее снимать. На основном, либо на канале Фифалити. Так что поживем, увидим. Ну а сейчас у нас матч против сборной Норвегии. Сборная Норвегии очень мощная команда. Хорошо она играет. Но вот сейчас можем подловить ее. Нет, не можем. Не можем мы подловить ее на контратаке после хорошего перехвата. Здесь не получилось сделать пасу Луишнани. Роналду у нас в нападении. Кстати говоря, здесь Бавария купила Суареза за 102 миллиона. Вот такие вот трансферы. Хорошо, Нани. Пас до Роналду не доходит. И снова-снова нужно стараться перехватывать. Опасно. Повезло. Никто из соперников не успел на этот прострел. А так замыкай там на дальней штанге никого не было. Долго, долго, Кварежма. И сейчас нужно фланг закрывать. Потому что Седрик убежал с него. Пепе пошел прессинговать. Не получается у нас пока зацепиться опасно. И спасает вратарь. 14-я минута. Сборная Норвегии огрызнулась. Показалось, что она тоже пришла добывать очки. Криштиан Роналду. Сейчас можно на Кварежму сыграть, но оттого снова отскакивает мяч. А сборная Норвегии не боится. Посмотрите, она идет вперед. И вот только ошибка в виде брака оставляет для нас мяч. хорошо, Луиш Нани. И не получается. И смотрите, они даже через вратаря пытаются сыграть. Но вот здесь Роналду напугал. И галкипер выбил снова за пределы поля. Роналду. Прокидывал себе мяч. Но ударить не получилось. Хорошо. Коин Трауэр. Мигель Дани. Надо забивать. 1-0. 1-0. И Мигель Дани классную делает передачу. забивает у нас Маутиньо. Можно сказать, в стеночку они здесь сыграли. Дани немножко покрутил защитника. А нет, Верини у нас забил. Маутиньо просто там праздновал. Мне показалось, что это он забил. Ну и 1-0. Ох, какой кикс. Хорошо. 1-0. Неплохое преимущество. Можно сказать, быстрый гол. Но не стоит расслабляться. Попробуем забить хотя бы еще один мяч. Все-таки в групповых этапах здесь бывает очень важно количество мячей. Забитое. Не догонит. Куарежма чуть-чуть сильно получился этот пас. Дани 2-0. Мигель Дани вот так вот Куарежма подкараулил подачу с аута и прокинул вперед Мигелю Дани, который с левой ноги смог попасть в дальний угол. ударив пыром он посылает мяч в дальний угол ворота и счет становится 2-0. Но вот теперь играть стало покомфортней. но все равно FIFA бывает такое, что сейчас нам поставят несколько пенальти и наше преимущество в 2 мяча уже никого волновать не будет. так аккуратненько вот посмотрите как норвежцы посмотрите как пяткой и спасает голкипер что это что это он вытворяет ну вот начало паниковать наша защита а вот здесь кулаками здорово но атака не завершена давят норвежцы надо надо отгонять их от наших ворот нечего им тут делать близится концовка первого тайма у нас 2-0 но сборная Норвегии не собирается сдаваться и вот так вот опасно атакует удар от ворот давайте вот туда в центр хорошо аккуратненько жао маутиньо луишна не догонит нет чуть-чуть мяч выскочил за пределы поля мне нравится как норвежцы разыгрывают в стеночку здорово у них держится мяч в этот момент а у нас видите мы даже в стенку не можем один раз точно сыграть вот сейчас очень опасно по флангу прорывается футболист сборной Норвегии делает пас в центр перевод дальше и угловой коэнтраво подставляет ногу спасает он в момент передачи наши ворота и угловой луишнани кидал в прорыв Роналду но судья свистит 0-2 на чужом поле первый матч группового этапа у нас поляк играет с ирландцами и там 1-1 долго Кварежма оставляет Пеппи один в один с защитником сейчас и не было не было ухода мяча а это что иногда такие пасы выходят что просто диву даешься Кварежма нужно помогать Кварежма давай в скорости не проигрываем а здесь коэнтраво проиграл и гол есть вот сейчас пойдет жара проиграл вверх коэнтраво и здесь на финтах очень классно нападающий Нидерландов забивает гол в ближний угол вратарь там был просто бессилен в упор его расстреливали норвежцы норвежцы пошли пошли в атаку луишнани нет он не догонит этот мяч я не понимаю почему он не бежит он по скорости но всяко быстрее футболиста сборной Нидерландов да вот зато Пеппи посмотрите что он вытворяет давит соперника Криштиан Роналду Кварежма есть оперативный простор и нужно ускоряться Кварежма Мигельдани и спасает голкипер 60-я минута полчаса до конца игры у нас тем временем Роналду но далековато был угловой хорошо мы разыграли пробили но удар не очень здоровский Пеппи на ней снова как классно разыгрывают сборная Норвегии но вот на перехвате только я хотел похвалить Маутиньо как он тут же отдает в ноги сопернику угловой теперь уже у наших ворот голкипер отлично да вы посмотрите что норвежцы вытворяют их не останавливает ни корпус ни что-либо хорошо Роналду Кварежма Кварежма неплохо он на финтах вошел в штрафную соперника но удар должным образом не получился все-таки заблокировали Дани нет нет не вышло Кварежм открывался но мяч до него не дошел давайте будем прессинговать и я думаю стоит сделать замены давайте вместо Верини у нас выйдет пум 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 Велозу выйдет Эдер вместо Нани и они с Роналду поменяются местами вот так вот небольшие стихи 18 минут основного времени до конца матча счет 2-1 пропускать ни в коем случае сейчас нельзя хорошо и что мяч в игре Роналду помогает защите а здесь Жао Маутини у него уже скорости нет выдохся Пеппе головой здорово и вот свеженький Эдер в центр поле хорошо на Роналду Эдер должен догонять мяч мяч то догнал но у него все равно выцарапают вот сборная Норвегии просто неподступная какая-то ну удар же по ногам был судья и 2-2 и просто 2-2 и все стоят и смотрят там у Коин Трау уже просто сил не хватало чтобы бежать есть и еще 5 минут друзья 5 минут и снова нам приходится подстраиваться под нашу команду а норвежцы вот так вот быстро отыграли два мяча во втором тайме не получилось обидно давайте давайте ребят мяч мяч то хоть отнимем и что еще угловой вот это да норвежцы не сдаются их даже не продавить корпусом отлично играют и чуть третий нам не залетает так Патрисио в центр и все друзья звучит финальный свисток боевая ничья в очередной раз по моему мы даже норвежцам до этого проигрывали если мне не изменяет память но тяжко тяжко по ударам посмотрите Норвегия впереди у нас два удара два гола мы по владению мячом были хуже пас примерно одинаковые точность ударов у норвегии получше но они как-то заряжены прям вот не знаю наши не хотят бежать бывает такое именно в карьере как будто твою команду просто отключают и следующий матч у нас против сборной голландии так это у нас что а нет против поляков которые сейчас на втором месте мы на третьем здесь еще и сборная России у нас в группе так что будет интересно друзья ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии с вами был Локи всем спасибо всем пока субтитры Продолжение следует...